Это Аркадий Сафаров из солнечного осеннего Вашингтона. Сегодня хочу рассказать вам мою историю продолжительного изучения английского языка. Я в Америке живу 8 лет. Сюда приехал в 2015 году. Я стоматолог из Москвы. Много опыта, практики прямой английского языка. И в этом видео будет много информации для тех, кто хочет выучить. В общем, всё началось в начальных классах. Я жил под Ростовом-на-Дону, и там были просто какие-то простые, существительные, да, в первом-втором классе. Обычный английский, где даже, где просто практиковались какие-то мелкие знания. Я переехал в Москву. У меня была обычная школа до 6 класса, где также не было такого отцента на английский язык. Он был более-менее обычный, без специализации. Но я учился на пятёрке, потому что у нас был, так сказать, очень мягкий учитель. И в то время я уже летом, когда я возвращался к бабушке под Ростов-на-Дону, в Азон, брал репетитора два лета подряд. И мне это очень помогло, чтобы улучшить. А так я вообще ненавидел учить язык, ненавидел английский. И мне это очень сложно давалось. И только потому, что меня заставляли, если вы родитель, и у вас ребёнок, да, молодой, вы можете также заставлять ребёнка за какие-то поощрения, я не знаю. Впрочем, да, так я улучшил свои оценки до пятёрок. А далее была интересная пора, гимназия. У меня было три года гимназии, седьмого по девятый класс. И там был акцент сильный на английский язык, там уже были очень сложные задания, какие-то зачёты, экзамены, устные, там, повествования, диктанты. В общем, школа была очень сильная. И там был также немецкий язык, который я изучал, может, два года, но он мне очень сложно давался, и вообще я ничего не запомнил. Но не суть. Дальше я ухожу из этой школы, чтобы поступить в медицинскую школу. Так сказать, классы, акцентированные при Втором медицинском университете Москвы. Но в который я не поступил, потому что я плохо написал сочинения по русскому языку. Не знаю, на кой бок вообще нужен. Я поступал на стоматологический факультет. Ну так вот, 10-11 класс я проучился на севере Москвы, на Алексеевской. И там был очень слабый английский язык, честно говоря. Учительница даже не была, как оказалось, в 11 классе лицензирована. Я не знаю, как она вообще преподавала. Как мы узнали, она потом бегала в 11 классе доздавать на лицензию. Я надеюсь, это была неправда. Я надеюсь, это был какой-то испорченный телефон. Но вот это то, что мы слышали, что у нас отменялись постоянно уроки в 11 классе, потому что она... Класса в основном знал английский лучше нее и порой исправлял ее. Муж нашей завуча в 10 классе это было давал нам какие-то уроки по химии на английском языке. Это была органическая, неорганическая химия. И мы по какой-то книжке занимались и прям перечитали ее, маленькую книжку. Это было чисто на энтузиазме, и туда ходили там 5 человек. И он это делал бесплатно, я не знаю почему. Далее я поступаю в первый медицинский на бюджет, на стоматолога. У меня были хорошие оценки. Там английский не был такой уж сильный. Программа английского языка была первый-второй курс. И все, конец, то есть 2 года. Абсолютно простой, чтобы, так сказать, сохранять базу. Там не было каких-то сложных заданий, экзаменов. Но там была тестовая система в основном. А тестовая система это всегда проще, чем устные или полнописьменные экзамены. И, конечно, я все сдавал на пятерки. Я особо даже не парился. Далее конец второго курса. И я вот думаю, окей, сейчас этот английский закончится, но мне как бы нужно, хочется еще заниматься английским языком. Как будто это было недостаточно. И мама такая говорит, слушай, Аркаш, давай, короче, я думаю, в России делать нефига, потому что здесь особо нет перспектив бизнесов. Давай как бы на всякий случай рассматриваем Европу, зарубежные страны. Давай ты пойдешь на английский язык какой-то более крутой. И я тут заметил, некоторые ребята уже со второго курса, Они поступили на программу тоже в Сеченово, тоже в первом меде, на кафере английского языка, которая дает дополнительное высшее образование. Переводчик в сфере коммуникации. Медицина. Вот так называется программа. И сейчас там уже в Сеченово есть более крутая программа. Там что-то типа аспирантуры. В общем, если хотите, откройте сайт Сеченова и посмотрите эти программы именно там по переводу. И даже если вы не учите в Сеченово, вы все равно можете туда поступить и ходить. Сдавал экзамены в конце своего второго курса Сеченова. В культета. Я туда не поступил, потому что я не прошел по экзаменам. Опять же, получается, я потерял год. Ну, в принципе, я так думаю, если бы я поступил, я поступил бы в слабую группу. Но здесь я поступаю на полтора года в очень сильную группу. Потому что я сдаю, я готовлюсь конкретно к экзамену вступительному, то есть как он будет. Я занимался с преподавателем, который работал на кафедре. Спасибо ей большое. Репетиторством. Как видите, дофига денег вообще уходило на преподов. Поступая в самую сильную группу, я понимаю, что там учитель, которая преподавала у меня, кажется, год на первом курсе. То есть она знает мой уровень. Она такая, ой, ничего себе, я очень тобой горжусь. Ты вообще сдал лучше всех. И я был слабый, потому что, опять же, я не любил учиться, у меня не было такой страсти учить английский язык, потому что я не очень видел потенциала в этом. И пока не случились студенческие, из цикла в семь семестров, то есть три с половиной года. И этот бакалавриат я уже закончил после того, как я закончил интернатуру. И меня переводят в более слабую группу, но мне было там комфортно, потому что мы были примерно на одном уровне английского языка. У меня уже не было такого стресса, что, ой, я хуже других, и я должен прям... И порой, что проходило, я просто больше тратил времени, когда я учился вот в сильной группе. Иногда было такое, я приходил на кафедру, и я готовился к аудированию, потому что у нас было много аудирования, много там сложного перевода, профильного по медицине. И там как бы у всех ребят был хороший английский, прям беганный. А я делал, я, во-первых, медленно говорил, там, с ошибками какими-то. Вот, и там было видно, что система, ну, по крайней мере, в те времена, не очень хорошо распределяла, то есть она помещала и нескольких слабых студентов, относительно слабых, включая меня, там, еще одну студентку в эту сильную группу. Вот, и, в общем, в конце мы перешли в более-менее слабую группу, и там, да, нам было комфортно. В общем, так получилось, как получилось. В общем, мы заканчиваем... В общем, как проходила программа, там были и письменные переводы, у нас курс, это, наверное, был мой любимый на компьютере, и мы просто печатали на... Там было очень много приемов. Я очень ценю двух учителей, которые фокусировались на этом. Один на письменном переводе, другом на устном. В устном переводе у нас был, ну, как бы, нанят на программу человек-декан лингвистического вуза, и у него был прекрасный английский, он рассказывал истории, и тот, и учитель по письменному переводу, как они там, как они ездили по всему миру. Сильный опыт, которым они делились. Но параллельно с этой программой я начал участвовать в обменах. То есть первый обмен у меня был, на который я был квалифицирован на третьем курсе. Летом после третьего курса мы поехали в Болгарию на несколько недель и, как бы, были там в госпитале, посмотрели в частной клинике, там какая-то у нас была мелкая практика удаления, посмотреть, как импланты ставят. Это было в Варне, в городе, и мы там заодно провели, так сказать, отпуск по обмену. Во-первых, я попал туда, потому что я учился на этой программе, и я был, как бы, переквалифицирован. Ну, и во-вторых, а, скорее всего, во-первых, потому что я учился и занимался такой мелкой научной деятельностью под крылом доцента, которая также была мама моего однокурсника. Через вот эти вот связи и мою активность на факультете я попал в эту программу. И там меня одна вещь задела, там была студентка-болгарка, ну, который, как бы, принимал нас по обмену, да, тоже стоматолог. И я что-то не так говорил, особенности звук TH, вот меня очень запомнилось. И она меня исправляла, то есть она смеялась, и меня это очень сильно задело, но, типа, я не стал ее ненавидеть, конечно же. Я принял, и я сказал, блин, все, меня это задело, надо исправить. Вот, и с тех пор, как бы, я перестал неправильно произносить TH sound. И я ездил на European Medical Students Conference в госпитале, при госпитале Шерите в Берлине, на гигантскую конференцию. Студенты активные приехали со всего мира, там, показывая свои посты, презентации. Были лекции крупнейших врачей, даже американец приезжал, немцы были, все было на английском языке. Как бы этого, понимаете, этого всего я бы не понял, что они говорили, если бы я не знал английский язык. То есть это было дополнительное знание, это были дополнительные курсы, и, как бы, строчки в моем резюме, в моем CV, да, дальше при поступлении на стоматологические программы в США, при поступлении на работы. То есть люди видят, что я занимался дофига чем. И когда я учился на, по-моему, пятом курсе, и уже было лето до интернатуры, я поехал на две программы через... Первый через IFMS8, и далее я еду в Румынию на несколько недель, и там смотрю и ассистирую в челюстной лицевой хирургии. В принципе, то же самое мне удалось сделать и в Болгарии. Потом я возвращаюсь в Москву, и буквально через несколько дней, после того, как я вернулся в Москву, я еду на другой обмен в Черногорию. И этот обмен был организован нашим уже крылом под Российской ассоциацией стоматологов, которая называлась Ассоциация стомологических студентов и молодых стоматологов. И я вместе с этим обменом стал частью этого. Но чем мы занимались? Мы также просто отправляли людей на практики по обмену. То есть организовали как бы под крылом IFMS8, то есть у нас были сертификаты. То есть как эти обмены были, да, там общение, во-первых, это была, ну, и как бы туристическая программа. И помимо этого всего, я еще пою. Я часто пел в караоке, я дома пел каждый почти день. У меня как бы вся семья поет. И у меня была страсть без запинки, с как бы правильным произношением, песни, учить там именема или различных других исполнителей. Мне было очень важно прям без акцента спеть, прям как поют оригинальные исполнители. Далее, давайте к Америке. В 2014 году, в 2013 даже, у меня как бы все более сформировалась идея, с маминой, конечно, помощью и энтузиазмом, что давай ты, как бы я, я как бы планировал, что я буду в России. Я отработал полтора года врачом в России, пока не уехал. Мама говорит, слушай, давай, Америка, давай как бы посмотришь, да? Я говорю, ну, с удовольствием, а как посмотреть? Она говорит, ну, давай вот найдем какие-нибудь связи. И мы нашли друзей-друзей стоматолога в штате Индиана, семью Балабан, прекрасный стоматолог, работает он в Кармеле, у него, он наконец-таки открыл свой собственный офис, его зовут Алекс Балабан, кто, может быть, в Индиану эмигрирует или живет там. Я также вот в этой вот всей теме там ассистенткой его подружился как бы с его коллективом, там очень добрые меня приняли, как бы Америку все по-доброму, там меня возили, там я машину снимал, я участвовал в каких-то, я еще там связи нашел. Утром я с Алексом, да, или также я там волонтерил, там с 6, с 6.30 утра в стоматологической клинике, там я также помогал с переводом для окулиста на русский язык, то если русские приходили, русскоговорящие. И я подружился там с девочкой, которая не была русскоговорящая, которая поступила в итоге там через 4 года попыток в Индиану Юниверсити. В общем, и как бы я влюбился, то есть я влюбился в США и сказал, все, ну сюда точно переезжаем. Вот, и дальше у меня вот все эти годы просмотры фильмов, да, уже более внятно, уже сначала были там русские субтитры, потом там русская озвучка, как бы я смотрел сначала вот, например, сериал какой-то популярный, я его когда-то посмотрел, или фильм, когда-то я его посмотрел на русском языке, а сейчас как бы я уже говорю, а давай-ка я посмотрю на английском и как бы тем самым буду улучшать. Были русские субтитры, потом они поменялись на английские субтитры и английскую речь, озвучку. И далее я приезжаю в Нью-Йорк после лета и работы в России, в Москве, и где, кстати, мне удалось принять парочку англоязычных пациентов, там через какие-то связи, которые там... Москва уже начала обрастать иностранцами. И я приезжаю в Нью-Йорк и я начинаю погружаться в среду, в принципе, еще больше, то есть сначала была Индиана, это было 5 недель в Индиане. Единственное, я дальше продолжил учить английский язык, и сначала я работал в офисе, который, просто, аналогически, и там принимал и русскоговорящих пациентов, там была аудитория, где жило очень много бухарских евреев, там узбеков, русских, украинцев, разных выходцев из наших стран. И там же также были, помимо русскоговорящих, половина аудитории американцы, американцы и мигранты. На то, что большинство врачей там было русскоговорящие, там был врач англоговорящий, сломанным английским. После этого я покидаю офис и я перехожу работать к врачу, которая русскоговорящая армянка, уже на Манхэттен. Купила офис и позвала меня с собой. А я ассистировал до этого. Но у нее весь коллектив абсолютно англоговорящий и все пациенты англоговорящие. Тем самым я сильно улучшаю английский язык. Одновременно с этим я начал заниматься кбордом, одновременно с этим я начал ходить на курсы Каплан. Я там познакомился с медицинскими студентами. И в принципе все в Нью-Йорке. То есть одна была проблема, мне нужно было понять сленг афроамериканцев. И кстати, спустя 5 лет после жизни в Нью-Йорке я приезжаю в Диси и там уже тоже афроамериканцы как бы примерно половина населения Диси афроамериканцы но не всего региона и у них свой сленг. То есть мне нужно было заново там несколько месяцев чтобы вот примерно вот понять 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 и как бы и все полились подготовка там Тойфл несколько сдач Тойфл для улучшения моих показателей. какие-то встречи с американцами там друзья у меня были очень важно конечно погрузиться в среду без этого очень сложно все пойдет но также есть люди которые учат английский язык из дома и своих стран что я вам советую. Финальной точкой так сказать вишенкой в пироге стало улучшение моего акцента потому что я хотел звучать блистательно для интервью на стомбологические программы и меня коучила Кристина Берг из Калифорнии потрясающий тьютор но перед этим выучите английский язык так что ребята начинайте чем раньше тем лучше вот такая история конечно в этой истории было потрачено очень много денег моими родителями без их помощи у меня бы не было английского языка потому что как вы поняли у меня особо не было страсти его учить я хочу еще записать видео поэтому подпишитесь на этот канал по-любому где я буду просто перечислять методы которые я использовал это будут какие-то там технические это будут ссылки чтобы улучшить свой английский язык в том числе для тех кто хочет как бы здесь учиться в США напишите какого рода видео вы хотите видеть на этом канале и я консультирую и заполняю анкеты на туристические визы я помогаю с заполнением анкет на гринкарт и также для тех кто выиграл лотерея гринкарт их анкеты я вас наведу на прекрасные адвокатские конторы я уже два года как веду студентов по стоматологии то есть это индивидуальный подход это разбор и ответы на множество вопросов которые у вас точно образуются по ходу этого долгого и тернистого пути и я расписываю абсолютно все варианты программ мои 8 лет знаний это мои интервью это мои общения с кучей людей напишите мне в инстаграм или в телеграм какие-то полезные ссылки которые я посчитаю нужным в рамках этого видео английского языка я также хочу прикрепить в описании пожалуйста поэтому поставьте лайк напишите комментарий обязательно и подпишитесь на канал включите уведомления ну все рад быть полезным Аркадий Сафаров